Вот этот человек, это очень важно, он тоже мой ученик, единственное что мне режут глаза, мы уже догадались, правильно догадались, черный пар, вот он защищается от муравьев, зачем, за что, муравьи, защитники, им должен быть не просто свободный доступ, самое страшное, когда пограждается вот эти, еще раз, это мои многолетние наблюдения, вы видите, я тлю, где, на абрикосе, не может быть, никогда, причина, вы не поверите, отсутствие муравьев, уничтожены муравейники, все перекорежено, а тли это не спасает, не спасает, и вот это вот синтепон, или что, это не нужно, бесполезно, это черт мой ученик, это я уже так коротко, не вдаваясь в этот текст, а здесь, а это-то зачем, ну пожалуйста, уберите это все к черту, к той самой маме, видите, там, помните, там, чеканю, чеканю, а здесь вот это, срабатывает привычка, заняться нечем, зачем дерево, зайдите в лес, найдите хоть одно такое же, все, друзья, это я вам показываю, оттеплиться, вот, о, и на этом я закончу, и так, друзья, фух, думал, говорить, не говорить, меня упрекает о том, что некоторые 2-3 года не могут у меня выписать косточки перчика, я, бывало, снижал количество до 10, потом до 5, потом до 3, все равно всем не хватало, вот уж тут, вот абрикосы бы так покупали, но перчики вне конкуренции, и так, что я придумал, на первых я разослал, уже разоснул, вот, тем, кому обещал, разоснул, от 3 до 20, больше 20 никому, вот, несколько десятков человек получили, вот, есть, задачка, я хочу, чтобы вы, друзья, очень важно это поняли, вы поймите, что такое торговать себе в обыдок, вы знаете, что такое косточка, которая стоит 20 рублей или 30 рублей, даже абрикосовая, я не получаю от нее чистую прибыль, 20-30 рублей, и не еду в этот самый, на курорт, чтобы лечиться, вот, есть понятие себестоимость, а себестоимость, это разница между прибылью и затратами, и поверьте, она далеко не богатая, тем более, приходится все нанимать, нанимать людей, она поездка тонны бензина, почти каждый день, это так надо, это такая жизнь, почему я каждый день езжу, возвращаюсь, а тут, что это, если там скорую вызову, меня отвезут в Шушинское, там и пропаду, а здесь отвезут в Союзноморскую поликлинику, они, что там меня знают, вот, и получается, что тонны бензина, и все, работа, все, движение, поняли, да, не так много я зарабатываю, тем более, что я живу, если я на пенсию, я живу на пенсию, куда все деньги уходят, если я схожу, мне не засчитаются там, на небе, куда деньги одеваю, дальше, получилась заначка, она у меня есть сейчас, это 100-150 косточек, если я их посажу, подписаемся на 100 косточек, а вдруг они всем зашли, кто-то из моих возьмет, и кто-то из моих, этих самых, помощников, помощниц, которым тоже здоровья нет, а работать надо, уже пусть хотя бы таким способом, подрабатывая, вот, 100 косточек посадит, 100 савинцев вырастит, по 1000 рублей продаст, вот он, 100 тысяч, а вы хотите, чтобы я косточки продавал, и савинцев косточки, хорошо, я тогда придумал хитро-хитрость, как меня выкрутится, сейчас кину половину с Украины, мозги-то шевелятся, и как они шевелятся, я беру, говорю, 3 косточки, продаю очередному тому, кто со мной согласится, и продаю их по 100 рублей, это 300 трикоски, это уже не так обидно, но все равно, это не 300, это не 3000, тогда я делаю дополнительное требование, хотите эти 3 косточки, пожалуйста, вы берете и заказываете у меня минимальный заказ, абрикосовый костик, на 1000 рублей, это у меня в каталоге, минимальный заказ, 1000 рублей, и так, даже снижая цену, снижая 25, 40 косточек абрикоса, 1000 рублей, 3 косточки персика, 1300, накидываем 300 рублей на пересылку, это вот 1000, плюс 300, 1600 рублей, и вот в этой посылке будет 3 косточки, и поверьте, я все равно теряю деньги, посчитайте сами, вот, вот это я хотел сказать, так что, друзья, давайте на этом расстаемся, кто готов 3 косточки, плюс 40 косточек персика, ой, 40 косточек абрикоса, плюс, хоть манджурские, хоть роскошные, как хотите, это будет, была возможность заказать 3 косточки, и у вас есть 3 вот таких, а справка, то, что вы видите в теплице, они не привиты, когда-то я решил этот вариант использовать, вот, у меня был страшный удар, когда я оказался ГОК Аксаков, вот, ходил в килогрейке, и это самое, занимал деньги до получки, а, чтобы, опять же, мне пальцы мне тыкали, несколько лет я работал в двух детских садиках, на полставки, там и там по 3 тысячи получал, вот и весь железо, и я к чему говорю, я как бы оправдываюсь перед вами, вот, эта жизнь такая, но, в последний момент я взял и посадил персики, сенцы непривитые в эту теплицу, теперь я спокоен, ударит мороз 50, погибнут мои неукрытые, ничего, я из погреба достану севенки, вот, я достану эти самые сеянцы, сеянцы манджурского абрикоса, и восстановил, как я уже делал, за один год восстановлю поголовье персиков. Все, друзья, мое время истекло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok